Установка Blender в Gintu Linux. Часть первая. В предыдущих выпусках блога я показал, как можно установить дистрибутив Gintu Linux, преимущественно из бинарных пакетов. Это оказалось удобным средством быстро развернуть систему даже на ноутбуке 7-летней давности. За несколько часов удалось установить и настроить все, включая рабочий стол с прикладным софтом. Без бинарных пакетов такая операция в Gintu обычно занимает сутки или двое. Собственной целью всего этого мероприятия установок, как отмечалось в первом видео, является получение дистрибутива для Blender. И установка Blender это апофеоз нашего мероприятия. Перед началом установки чего-либо существенного, по традиции, обновим базу данных пакетного менеджера. Проверим, можно ли обновить что-то из установленных в систему пакетов, если есть обновимых. Запустим установку Blender. В выводе видим, что пакетный менеджер просит решить проблему циклической зависимости. Для этого предлагается вариант поставить ключ сборки для одной из зависимостей библиотеки OpenCrawler.io. Сделаем, как предлагается. Для этого отредактируем конфигурационный файл use-флагов. Я его назвал CG. И буду записывать туда свои изменения use-флагов в графических пакетах. Сохраняем конфиг по сочетаниям клавиш Ctrl-X и потом Y. Обратите внимание, что будет установлен не самый последний Blender в версии 3.3. Все потому, что на данный момент эта версия Blender последняя из стабильных гентур. Также обратите внимание на use-флаги пакета Blender. Сейчас они выбраны по умолчанию, так как их задал мейнтейнер пакета и с учетом профиля дистрибутива. Такие важные флаги, как CUDA, Optics не включены. Это означает, что Blender будет без GPU ускорения в рендере Recycles. Я дописал к теме блога часть 1, так как нужно показать разные варианты установки, в том числе и этот, как самый простой. Давайте запустим установку пакета Blender как есть. В этот раз мы не получим преимущества генту, о которых я упоминал в первом выпуске серии. Но как вариант, в случае имеет право быть почти все бинарные пакеты и все очень быстро устанавливается. Подтвердим установку клавишей ввода. Установка завершена. Запускаем. Программа работает и для определенных задач этого варианта может быть достаточно. Как я упоминал выше, когда речь шла про юз флаги Blender в списке девайсов, мы не находим GPU от NVIDIA. Часть 2. Попробуем установить Blender 4 версии, явно указав мажорную версию пакета. Менеджер пишет, что среди доступных есть нестабильный Blender версии 4.0.1. Для установки нужно его размаскировать. Записываем параметр в конфиг. Этот конфиг нестабильных программ я также назвал CG. Менеджер пишет, что теперь нужно размаскировать зависимость. Запишем зависимость в тот же конфиг. И еще одну. Менеджер пишет, что нужно добавить юз флаг к пакету зависимости. Добавим конфиг. Добавим поддержку видеокарты NVIDIA. Необходимо размаскировать еще пакетов. Размаскировываем. По желанию можно удалить ранее установленный пакет Blender 3.3. Запускаем установку Blender 4. Установка завершена успешно. Поддержка видеокарты NVIDIA присутствует. Но проблема запуска рендера на GPU. Причина компилятор. GNU версии 13 установлен как основной. А последняя версия, которую поддерживает NVIDIA 12. Переключим компилятор на 12 версию. Запускаем рендер и ждем. Куда работает? Оптик сработает. Давайте протестируем производительность. Например, замерим время рендера CPU. 1 час 17 минут 24 секунды. Итак, мы получили Blender а-ля как в Ubuntu и не достигли оговоренных преимуществ Gintu. Версия устаревшая. Совместимость сомнительная, так как были использованы разные GNU компиляторы. Применить патч возможно, но мало полезно. В базе пакетного менеджера нет аддонов для Blender. За кадром я пытался совместить бинарность пакетов с гибкостью Gintu в контексте Blender. Но не получилось. В начале серии я упомянул, что бинарные пакеты из репозитория для меня в новинку. Попробовав, прихожу к выводу, что не получается и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Будем переводить систему в обычный для Gintu SourceBased формат. Этот процесс я планирую показать в следующем видео. Спасибо за внимание.